Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, один из отцов Церкви, духоносных отцов, некогда сказал, что Бог разговаривает с человеком на разных языках, языком любви. И очень мало таких, кто услышит его, языком болезни и таких, кто несет болезни больше, и языком страдания, а таких еще больше. А известный философ Сергей Николаевич Трубецкой выразил это так. «Тот, кто не хочет внимать шуму вечности, будет внимать ее грому». В сегодняшний воскресный день в наших храмах звучит Слово Божие об исцелении слепорожденного человека. Это Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 1 по 38 стихи. И в этом Евангелии нам говорится о том, что ученики вместе со Христом увидели слепорожденного человека, слепого от рождения. И задали Иисусу Христу очень правильный, очень существенный, но парадоксальный вопрос. Это мы слышим в Евангелии. Кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Они не задали вопрос, от какого вируса, от какой инфекции это произошло. Как бы мы сказали, а может сделали ему не ту прививку? Не спрашивают и о прочих внешних вещах, нет. Они спрашивают, кто согрешил, он или родители его. Оказывается, ветхозаветный человек все время проводил параллель между болезнью и нравственным состоянием человека. Ветхозаветное сознание видело в этом прямую связь. Этим дышали и жили всегда благочестивые верующие люди. Взгляд на болезнь как наказание и кару человеку за преступление и беззаконие присущ ветхозаветному периоду жизни человечества. И у псалмопевца Давида в 37-м псалме мы слышим «Господи, да не обличишь меня в ярости Твоей и не накажешь меня в гневе Твоем. Нет исцеления телу моему от гнева Твоего, ибо беззакония мои превысили главу мою. Смердят и гноятся раны мои от безумия моего». И далее царь Давид так говорит о существовании человека. Это уже 89-й псалом. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь. Действительно, от родителей человек может наследовать или добрые склонности, или грех. И святитель Феофан Затворник говорил, некогда обращаясь к молодой паре, «Поздравляю вас с сочетавшихся законным браком. Вы теперь стали родоначальниками новой жизни и нового рода, а посему озаботьтесь оставить детям тело здраво и душу благочестивую». А болезнь может быть как испытание верности Богу, как искупительная жертва, как побуждение к покаянию, к новой жизни, как проявление несовершенной, тленной природы человека. И если в Ветхом Завете эти смыслы болезни перечисляются, то с Новым Заветом они исполняются. Болезнь не всегда обнаруживает себя до поры до времени, поэтому ее предназначение, как правило, скрыто от человека. Болезни – не только явление физиологическое, но и духовное испытание человеку, говорит архимандрит Сафроний Сахаров. И вот при таком взгляде можно согласиться с философом Альбертом Камилл. Болезнь – это крест, но может и опора. Кого Бог хочет накрадить светлым венцом, тому Он прежде вручает тяжелый крест. А вот еще более парадоксальный ответ получили ученики Христовы. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 3 стих. «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Вчера за вечерним богослужением мы слышали стихиры, говорящие о чуде исцеления этого слепорожденного, которые в переводе звучат так. «Неужели я за грехи родителей родился без очей? Не из-за неверия ли народа я родился им во обличение? Не могу же я спрашивать, когда ночь, когда день? Не в силах уже мои ноги о камне притыкаться, ведь не видел я ни солнца сияющего, ни Создателя моего во образе человеческом. Но молю Тебя, Христе Боже, призрени меня и помилуй меня». Слепота попущена была этому человеку для того, чтобы, исцелившись, он прозрел не только телесно, но и душевно, обрел видение духовных вещей и духом своим, умом постиг, что Иисус есть Сын Божий. Что пользует человеку, если он имеет зрение, но слеп душевными очами? Спасителя окружало всегда множество людей, которые не были слепыми телесно, но напрекал их в том, что они, имея глаза, не хотят видеть. И в Евангелии от Марка, 4 главе, 12 стих, мы слышим, «Своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют». Слепорожденный, о котором повествуется в сегодняшнем Евангелии, при встрече со Спасителем был слеп и телесно, и душевно, но, прозрев телесно, обрел и духовное зрение. На вопрос Господа «Ты веруешь ли в Сына Божий?» Слепой спрашивает «А кто Он, Господи, чтобы веровать в Него?» И Иисус сказал ему «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». Истина молниеносно открывает исселенному, и тогда он поклоняется Богу в Духе и Истине. Истина может просветить настолько видимым образом. Не может же истина светить в течение целого дня, только мгновения. Так вот, жизнь человека заключается и в том, чтобы шевелиться, пока мелькнул свет, молния, так как духовное пространство истины может быть расширено только нашим трудом, нашим духовным подвигом, нашей молитвой и покаянием. Но что есть для нас духовный труд? Любовь – это богопотребный и спасительный для человека труд и подвиг. Это подвиг всежизненный и всебытийный, восстанавливающий человека в его богосыновнем достоинстве, возвращающий ему себе самому и к Богу из всех смертей, грехов, зол и разного рода отчуждений, оживляющий его через воскресенье и делающий человека человеком. Еще святитель Игнатий Бринчанинов говорил, «Деятельность – необходимый путь к бдительности над собой, и этот путь святые отцы предписывают всем, кто хочет научиться вниманию себе». Поэтому Господь дает нам образ ситуации слепоты. Слепоты, не зависящие от того, умные мы или глупые, а имеющие отношение к нашему образу жизни. Труд жизни, как извлечение смысла из того, что с тобой происходит. И нам стоит задать себе сегодня вопрос. Мы слепые или зрячие? То есть, мы живем с Богом? Много в нас в человечности? Как-то митрополит Антоний Сурожский, по-видимому, остро это чувствуя, часто просил у близких людей, помолитесь, чтобы я стал человеком. И мне думается, что многие наши ощущения жизни происходят из-за привычки быть слепыми, ощущать жизнь на ощупь, жизнь только материальную, только осязанием своим. Никакого другого способа восприятия жизни у слепого и нет. наше же бытие имеет какую-то связь с пониманием. С пониманием того, что мы так мало видим и так неглубоко. С пониманием нашего действительного положения перед Господом. Давайте вспомним моменты своей жизни, когда мы были потрясены, узнав, как мы выглядим в глазах других людей, это очень сильное переживание. Переживание, совершенно непонятное, приводящее в растерянность слепоты нашей перед тем, что ты есть. А что же мы перед Господом? Что мы в сиянии Божьего присутствия? Исцелившийся исповедовал Христа Богом, противостоял фарисеям, иудеям, которые обвиняли Христа в том, что он якобы грешный человек и отвечал им, этот слепорожденный. Грешник ли я? Я не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Это все для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Значит, дела Божьи даровать людям облегчение, обличать их жизнь? Да, действительно, это так. Но не только в одном этом заключается наша с вами вера. Ведь часто Господь, творя чудеса, говорил, никому не говори, потому что не в чудесах было дело. Когда после чудесного насыщения пяти тысяч пятью хлебами Иисус переправился на другой берег Генесаевского озера, то весь народ последовал за ним. И даже говорили, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир. Но Господь с грустью укоряет их. Вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. И через минуту это подтвердилось, когда Господь сказал, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. И когда Он произнес эти слова, это Евангелие Теанна 6, глава 29 стих, то в ответ услышал, какое же ты дашь знамение, и чтобы мы поверили Тебе. Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Вот чего ждали от Иисуса. Хлеба. Но о земном сказано, и это мы читаем у апостола Павла, пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. А небесный хлеб таков, что сам Господь питается им. Моя пища, говорит Он, в том, чтобы творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. И когда у одного подвижника благочестия спросили, как ты спасаешься, как ты спасаешь свою душу, то Он ответил, я у Бога ничего не просил и ни от чего посылаемого им не отказывался. Если бы мы приблизились к такой вере, вот какие дела Божии. дарование нам правой верой, а не дарование нам материальных благ, здоровья, цветущей вечной молодости. И если Господь насытил пятью хлебами пять тысяч человек, и мы верим в это и знаем, что это было, то это не значит, что мы теперь, не беспокоясь ни о чем, не потрудившись сами, будем читать только Акафисты, молиться и дожидаться, смотря в холодильник. Не прибавилось ли там йогурта или сыра или еще чего-нибудь вкусненького? То, что должны сделать мы, можем сделать только мы лично. Мы лично. Вдумайтесь. Совершенно лично является смерть. Умереть можешь только ты сам. И вторым личным актом является акт понимания. За меня никто другой не может что-то понять. Понять могу только я сам. И апостол Павел говорит нам, имею желание разрешиться и быть со Христом, а мы все желаем и просим одного, другого, третьего, всего того, что касается внешней жизни. А вот с таким же усердием надо бы просить святой, благочестивой и праведной жизни и не отказываться ни от чего, посылаемого Богом для нашей с вами душевной пользы. И мне хочется сказать об этом словами поэзии. Не крылья у нас за плечами, а наши мирские печали. К земле пригибающий гнет. Но если нести ради Бога, то это к спасению дорога, и счастлив, кто это поймет. Субтитры создавал DimaTorzok